Вечные ценности, простые человеческие чувства, природа, жизнь вокруг – всё это находит отражение в творчестве земляков. Всё это воспето в строчках буйских поэтов и поэтесс. Их стихотворения известны и любимы буевлянами. 28 марта в Буйской межпоселенческой библиотеке имени Виктора Ивановича Куликова состоялся литературный вечер женской поэзии. С читателями встретились представительницы литературного объединения «Буйские голоса» – Ирина Скородумова, Татьяна Мочилова, Людмила Ювенская, Марина Богомолова, Любовь Смирнова. Ведущей вечера была Валентина Гусева. По словам Валентины Николаевны, каждому автору важно знать, какой отклик в душе читателя находят его поэтические творения. Буйских поэтесс часто приглашают на различные мероприятия. Ирину Николаевну, например, очень часто приглашают организацию социального обеспечения. Там уже постоянные у нее связи. Я часто в 13-й школе выступала, а потом я работала в этой 13-й школе. И оттуда у меня два поэта – Ваня Шабетов, Маша Щипалова. Поэтому у каждого вот такие свои связи. Среди женщин много поэтесс-классиков. Наряду со своими стихотворениями. Строки их произведений читали героини встречи. Сегодня мы перелистывали страницы женской поэзии, начиная с пейзажной лирики, затем гражданской лирики, темы войны выделили в отдельную страницу, затем, конечно, любовная лирика и детские стихи. Вот эти страницы мы и перелистали. Как они понравились нашим слушателям, это судите им. Мероприятие проходило в юбилейный для Костромской области год. В 2019-м нашему региону исполняется 75 лет. Развитию области, ее прославлению, наряду с трудом жителей способствует и творчество талантливых земляков. В подарок участницам от библиотеки были подарены книги-памятники архитектуры Костромской области, посвященные памятникам Буя и Буйского района. В лице всех присутствующих и от коллектива нашей библиотеки мы благодарим вас за этот прекрасный творческий ваш вечер. Этот вечер мы провели в легкой обстановке. Спасибо вам за это. Мы всегда рады видеть вас в нашей библиотеке и хотели бы, чтобы эти встречи были намного чаще. И желаем вам дальнейших творческих успехов, здоровья и самое главное для вашего творчества – вдохновение. И также в юбилейный год образования Костромской области хотим вам сделать небольшой подарок, так как книга – это лучший подарок. Памятники, я не получаю. Их произведения посвящены разным темам, которые как-то по-особому нежно воспевает именно поэт-женщина. Судить, конечно, читателям, встречи с которыми будут организовываться и впредь.